Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с нашим гостем будем говорить об отдыхе и оздоровлении. Присоединяйтесь. Василий Николаевич Зубец – начальник представительства Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В 1998 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. В 2017 – Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал экономистом на производственном объединении «Гомсельмаш». С 2001 по 2004 год работал в Комитете экономики Гомельского облсполкома. В 2004-2013 годах главным специалистом управления делами, заместителем начальника, начальником отдела организационного обеспечения, работы с органами управления и местного самоуправления, главного управления организационно-кадровой работы, а также помощником председателя Гомельского облсполкома. В 2013 году назначен заместителем главы администрации Новобелецкого района Гомеля на нынешней должности с 2017 года. На вопросы по теме оздоровления и санаторно-курортного лечения населения прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Василий Николаевич. Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые телезрители. Предположу, что лето – это самый горячий сезон для областного управления, но прежде чем мы начнем разговор, по традиции нашей программы я предлагаю посмотреть короткий анонс событий этой недели. Сегодня огонь вторых европейских игр заканчивает путешествие по Гомельской области. Конечная точка пребывания – Мозырь. Совершится марафон торжественной церемонии передачи огня Минской области. До начала Евроигр осталось 11 дней. На этой неделе стартует централизованное тестирование. Оно начнется 11 июня с испытаний по белорусскому языку. Через день – 13 июня ЦТ по русскому языку. 15 – по обществоведению. Сертификаты абитуриентов начнут выдавать с 10 июля. С 12 по 15 июня состоится одно из важнейших событий деловой жизни Мозырского района – выставка-ярмарка «Полесская скармница». Помимо местных предприятий, участие в форуме традиционно принимают экспоненты из других городов Беларуси, а также иностранные делегации. 12 июня в Гомеле пройдет торжественное собрание, посвященное Дню медицинских работников. Участие в нем примут около тысячи представителей учреждений здравоохранения и профессорско-преподавательского состава медицинских учреждений образования. В пятницу 14 июня на территории лесничества Ветковского района пройдут областные соревнования «Лесоруб-2019». В воскресенье 16 июня в летнем амфитеатре «Ветки» состоится открытый районный праздник фольклора «Троецкий караход» на Веткоушине. Разнообразие песен и хореографических традиций Гомельщины гостям праздника продемонстрируют гармонисты, солисты частушек, танцевальные коллективы. Главное событие, которого все мы, наверное, без исключения ждем, это Евроигры. Василий Николаевич, а вы будете следить за спортивными стартами? Есть за кого поболеть? Да, конечно, события неординарные будут проходить в Республике Беларусь в этом году. Естественно, будем смотреть, наблюдать за выступлениями наших спортсменов в европейских играх. Наверняка будет командный зачет, будем болеть за Беларусь, за то, чтобы было больше завоевано наград различного уровня нашими спортсменами. Ну и, конечно же, будет приятно, если в копилку нашей страны внесут медали гомельские спортсмены. У нас хорошая школа борцов, имеем олимпийских чемпионов, призеров олимпийских игр. Потом у нас грибцы, очень сильная школа грибная. Ну и, наверное, как человек, который играет в игровые виды спорта, будем болеть за наших футболистов, которые будут играть в пляжный футбол. А вы играете в футбол? Ну да, случается. Тоже хороший способ, да, держать себя в форме и поддерживать свое здоровье. И тоже это очень связано с вашей сферой деятельности. Вот к ней сейчас и перейдем. Вообще, отдых, оздоровление. Каковы для вас идеальные составляющие вашего отпуска, который вам предстоит? Ну, наверное, в большей степени для меня отпуск будет связан с нахождением на природе, на свежем воздухе. Поэтому отдохнуть от городского шума будет, наверное, основной составляющей моего отпуска. Ну, в санаториях бывали или только как ревизор? По работе. Да, не доводилось, как правило, бывать в санаториях. Вот сейчас непосредственно сфера деятельности связана с координацией деятельности санаторно-курортных оздоровительных учреждений. Поэтому сейчас, естественно, в санаториях бываем часто, регулярно выезжаем с мониторингами. Да, и думая, что знаете вы об этой сфере все, а мы сегодня вот постараемся самое интересное у вас выпытать. А как этим летом планируете отдыхать вы? Наши корреспонденты поинтересовались планами на лето у гамильчан. Просто съездить с семьей на море или на речку – это тоже самый отдых. Но это наше мнение. Я считаю, что лучше всего отдыхать в нашей родной Беларуси, потому что я каждый год практически езжу только в наши санатории белорусские. Получаю квалифицированное оздоровление, отдыхаю, наслаждаюсь отдыхом, природой. Меня все устраивает. На юг ездила, но очень давно, а сейчас предпочитаю все-таки у нас здесь, в Беларуси, отдыхать. На море, конечно, хорошо отдыхать. А в Беларуси? В Беларуси. Ну, в санатории можно было бы съездить, но тоже цены кусаются. У меня такая работа в разъездах, поэтому лучше всего отдыхать дома. В России. Там тепло, хорошо. А я настоящую морскую звезду принес домой с моря. Украина – отличный вариант. Если бы не было войны, было бы здорово. Ну, а так, приходится Египет, Турция. Отдыхать лучше всего, я считаю, на море, оздоравливаться. И на дачу можно съездить. Лично нам очень нравится в Крыму отдыхать. Мы туда ездили уже два года подряд, и этим летом тоже собираемся туда поехать. Ну, вот сейчас бы я поехал куда-нибудь в лес, скорее всего, больше. С палаточками, там, на речку. Рыбку какую половить в таком духе что-нибудь. Ну, рассчитываю еще за границу съездить куда-то. Отдохнуть в теплые страны, на пляж. Полежать на солнышке. Предпочитаю отдыхать летом на даче в Беларуси. Мне нравится природа, мне нравится климат. Вот такие мои предпочтения. Василий Николаевич, а что говорит статистика? Вы интересуетесь тем, как белорусы предпочитают проводить свой отдых? И заинтересованы ли в том, чтобы они выбирали путевки в санаторий? Ну, это, конечно, идеальная ситуация, когда и отдых, и получение санаторно-курортного лечения совпадает. Республиканский центр, когда приобретает путевки в здравницы, он приобретает их, участвует в конкурсе, могут все здравницы, которые зарегистрированы в Республике Беларусь. Пять здравниц находятся за пределами Республики Беларусь. И поэтому так, чтобы охватить санаторно-курортное лечение по желаниям граждан, не всегда получается. По поводу, какие предпочитают отдых, ну, значит, Республиканский центр по оздоровению с санаторно-курортным лечением в большей степени нацелен на предоставление гражданам не услуг отдыха, а санаторно-курортного лечения. Поэтому каждый, кто направляется на санаторно-курортное лечение, должен понимать, в каком профиле заболевания, по которому он должен получить санаторно-курортное лечение. И в соответствии со своим профилем заболевания подбирается ему санаторно-курортная организация. Василий Николаевич, ну, люди, которые предпочитают именно так проводить свой отпуск, с пользой, для здоровья, посещать санатории, они приобретают путевки в основной массе непосредственно у самой санаторной организации, либо же через Республиканский центр. В чем отличие? Значит, граждане вправе, конечно, самостоятельно определиться, какое их санаторно-курортное лечение интересует, чтобы его совместить со своим отдыхом, с отпуском. А Республиканский центр выделяет путевки по показаниям лечащего врача. То есть, в первую очередь, гражданин для того, чтобы получить путевку в Республиканском центре, должен обратиться к своему лечащему врачу. Лечащий врач изучит его амбулаторную карту, его историю болезни, оценит его состояние здоровья, посмотрит, есть ли у него показания к санаторно-курортному лечению, нет ли у него противопоказаний к санаторно-курортному лечению. И на основании этой справки Республиканский центр и различных льгот, которые обладает этот гражданин, предоставит ему путевку в санаторно-курортное учреждение. То есть люди, которые обращаются в Гомельское областное управление, это люди, у которых есть конкретные рекомендации о том, что им для улучшения их состояния необходимо пройти санаторно-курортное лечение, есть соответствующие медицинские справки, и тогда они могут уже хлопотать о том, чтобы получить эту путевку. Ну, можно и в самом санатории выйти на сайт или позвонить. Для тех граждан, которые хотят совместить свой отдых и получить санаторно-курортное лечение, либо какие-то оздоравливающие процедуры, необходимо непосредственно обращаться в здравнице. Надеюсь, что как можно больше вопросов, которые будут интересны нашим зрителям, мы сегодня успеем рассмотреть. Но вообще санатории страны в год принимают около полутора миллионов отдыхающих. Цифры хорошие. Средняя заполняемость в год – это 80%, летом в пик сезона – это 100%. Есть чем гордиться, но наверняка есть и куда расти. Как выглядит по сравнению с другими регионами санаторно-курортная база нашей области? Что есть у нас? Значит, Гомельская область в числе санаториев Республики Беларусь занимает скромное место. У нас 9 санаторно-курортных организаций для взрослых и детей и 6 ДРОЦов – детских реабилитационно-оздоровительных центров. Также у нас есть 2 базы отдыха – санаторий студенческий и 9 стационарных загородных оздоровительных лагерей. Значит, по поводу заполняемости. Заполняемость – да, это важный фактор, но это один из составляющих оценки системы санаторно-курортного лечения. Можно обеспечить стопроцентную заполняемость, но при низкой рентабельности мы не достигнем тех показателей, благодаря которым здравоцентство может нормально функционировать. Поэтому заполняемость – это один из показателей, который в отдельности в полной мере не может сказать о востребованности здравницы. А эффективность оценивается? Да, вот, собственно, насколько те процедуры, услуги, которые предоставляют санаторий, в итоге влияют на качество здоровья человека? Да, конечно. И это тоже? Все пациенты, которые побыли на санаторно-курортном лечении, получают в санатории выписку, получают карту свою, которую предоставляют потом по месту обслуживания медицинского свою поликлинику. А есть здравницы, которые не заполняются, вот которым нет интереса? Значит, да. Ну, вот, как я и говорил, что это комплекс показателей. Может быть, здравница не заполняется на полностью стопроцентно, но стоимость их услуг будет значительно выше. А в итоге рентабельность покажут, да? В итоге. Большую, чем самая популярная. Ну да, здесь же ведь нельзя так оценивать в лоб, потому что есть и разные услуги, и разные показания. По одному показателю, да, по одному показателю трудно следить о целом эффективности работы здравоохранения. А, Василий Николаевич, а какова география отдыхающих? Часто приходится слышать, что в высокий сезон, как раз вот летом, белорусу попасть в санаторий практически нереально, потому что там отдыхают граждане других государств. А путевку бронировать нужно зимой, если не за год. Правда ли это? Да, бывают такие случаи, когда, ну, как правило, думать о своем отдыхе нужно заранее. Естественно, можно обратиться в здравницу и заблаговременно зарезервировать, забронировать отдых, если вы планируете такой отдых. Путевки, которые приобретаются республиканским центром, выделяются гражданам на протяжении всего года, начиная с января и заканчивая декабрем. Ну, а чтобы попасть летом, нужно бронировать когда? Для того, чтобы попасть летом, ну, значит, если это путевки республиканского центра, то есть граждане, которые желают именно оздоровиться летом. Естественно, их больше. Но есть такая категория, которая летом занята другими вопросами и занимается, например, в садебных участках, другие планы, и хотят оздоравливаться только в межсезонный период. Значит, для того, чтобы попасть в летний период, нужно написать заявление, стать у нас на учет и обозначить о том, что есть намерение оздоровиться в летний период. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы удалить просьбу. Но, естественно, всех мы оздоровить в летний период, и тем более многие хотят оздоровиться на море, к сожалению, физически не представляется возможным. А граждане каких стран у нас бывают? Очень широкая география. Я наблюдал в некоторых здравницах карта мира, и на ней флажки тех пациентов, которые у них были. Очень широкая география. Но, как правило, в основной массе это наши ближайшие соседи из Российской Федерации, из Украины. Большое количество оздоравливается у нас. Проходит станаторно-курортное лечение. А как люди узнают о наших санаториях? Для того, чтобы привлечь иностранных посетителей, иностранных клиентов, большую работу проводят здравницы. Здравницы участвуют в всевозможных выставках. Здравницы активно общаются в соцсетях со своими клиентами, действующими и потенциальными клиентами. Всевозможные выставки, как я говорил, работа в соцсетях, введение сайтов, рекламная деятельность. Тот, кто много выезжает, как правило, достигает высоких результатов по привлечению иностранных клиентов к себе. А привлечение иностранных клиентов, стоимость путевки для иностранцев несколько выше, чем для белоруса. Это больше рентабельность, больше эффективность работы. Какова средняя стоимость путевки? Ну, даже, может быть, не так, не средняя стоимость. А каков диапазон? Ну, республиканский центр перебретает путевку где-то рублей за 800-850. Ну, средняя стоимость. Есть дешевле, есть чуть дороже. Значит, но вы должны понимать, что те путевки, которые приобретаются республиканским центром, в основном нацелены на то, чтобы гражданин получил полноценное санаторно-курортное лечение. То есть там несколько в меньшей комфортабельных, в менее комфортабельных условиях, как правило, это двухместный номер, где стоимость включается в основном санаторно-курортное лечение, проживание, питание и культурная программа, которую здравница осуществляет у себя. Это стоимость путевки, которая приобретается республиканским центром. Для кого есть льготы? Кто может дешевле? Ну, такого у нас нет понятия льгота. Есть такой указ президента, который регулирует вопросы санаторно-курортного лечения, 542 указ президента. В соответствии с этим указом утверждена таблица. В зависимости от размера дохода, который получает гражданин, определяется стоимость путевки. Если он больше получает доход, естественно, он платит больше стоимость путевки. Если меньше, то, соответственно, меньше. Так еще и справку о доходах нужно подготовить, когда обращаешься в управление? Да, право на санаторно-курортное лечение имеют те граждане, которым показано санаторно-курортное лечение, и они являются плательщиками, либо за них уплачивают их наниматели, платежи обязательные в фонд соцзащиты населения. То есть люди заняты в экономике? Да, люди заняты в экономике. Есть, естественно, путевки, которые предоставляются бесплатно. Некоторым категориям граждан – это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, и лица их сопровождающие, неработающие инвалиды с детства. И всем детям предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение, которое нуждается. А жители, дети, которые проживают либо обучаются на территории, пострадавшей от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, еще имеют, кроме бесплатного санаторно-курортного лечения, и право на бесплатное оздоровление. Спасибо большое. Вот как раз по этой теме у нас есть вопрос, который поступил на Вайбер. Почему отменили оздоровление спортивным школам? Потому что средние школы обязательно выезжают. Такая практика действительно есть в течение года, целыми классами, организована. А вот по информации нашего телезрителя, оздоровление спортивным школам отменили. Так ли это? Ну, не совсем так. Мы не отменили оздоровление для спортивных школ. Значит, в соответствии с указом президента, право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление имеют дети, которые обучаются либо проживают на территории, загрязненных последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. Спортсмены у нас, получается, в спортивных школах не обучаются, но они проживают на территории. И они могут поехать в составе организованной группы по месту своей учебы. Значит, путевки, которые закупает республиканский центр на оздоровление в составе организованных групп распределяются между районами области. А формирование групп в соответствии с указом президента осуществляют отделы образования совместно с учреждениями образования, на которые распределена путевка. К сожалению, в указе президента не упоминаются спортивные школы, поэтому для того, чтобы спортсменам попасть в состав организованной группы, необходимо попасть в группу, которая формируется по их месту учебы. А места этой учебы у всех детей разные? То есть, да, если была возможность выехать всей группой, собрать всех ребят, которые тренируются у одного тренера, например, то теперь получается, что все они в разных школах учатся и должны каждый со своей школой выехать? Ну, значит, в летний период есть возможность формировать группы из различных учреждений образования, потому что в летний период не осуществляется образовательный процесс. Это каникулы. И, значит, хорошее время для того, чтобы получить санкуру лечения и оздоровления спортсменам и продолжить при этом учебно-тренировочный процесс и высоко мотивированным учащимся, которые в учебное время, как правило, остаются в основном в своем учреждении образования и достигают высоких результатов в образовательном процессе. Вот. А в летний период спортсмены могут сформировать, значит, группу. Сложность заключается в том, что необходимо сопровождающего, определить сопровождающего, который будет сопровождать эту группу детей. В соответствии с указом президента и постановлением Министерства образования по формированию групп сопровождающим должен быть педагог, который детей обучает либо с ними занимается. Поэтому есть сложность в назначении сопровождающего. Но тренер может выступать в такой роли? Да, тренер может выступать, но, значит, у нас такое требование, что должен приказ о закреплении ответственного за группой детей должен быть согласован либо в управлении образования, в главном управлении образования областполкома, либо в отделе образования района, где находится спортивная школа. Спасибо за такой подробный ответ. Предлагаю эту тему оздоровления подрастающего поколения продолжить. В планах на этот сезон оздоровить более 60 тысяч детей, где и как они будут отдыхать, узнали наши корреспонденты. Здесь, в Сосновом Бару, неподалеку от реки Сош, в экологически чистой зоне, расположился ведомственный оздоровительный лагерь гомельских железнодорожников. Открытый в середине 90-х, какое-то время он даже назывался пионерским. Хотя об экзотике тех времен с наличием исключительно холодной воды и не менее холодных спален, сегодня здесь практически ничего не напоминает. Это здание, больше похожее на корпус добротного санатория, построили в 2000-м. Рассчитанное на четырех человек комнаты со всеми удобствами и телевизор в фойе. Впрочем, работать продолжительное время он будет вряд ли. Если погода не подведет, то основную часть времени дети будут проводить на свежем воздухе. Имеется футбольное поле, игра в футбол, волейбол, теннисный корт у нас есть. Также проводятся спортивные игры, проводятся конкурсы. У нас очень хороший актовый зал. Там дети проводят сценки, выступления, стихи. Также у нас очень хорошая природа здесь. Дети больше оздоравливаются на свежем воздухе. От оздоровительного лагеря «Лесные дали» до детского реабилитационно-оздоровительного центра «Качи» – около трех километров. Правда, в отличие от лагеря, открытого только в летнее время, «Дроц» работает на протяжении всего года. За этот период сюда в составе организованных групп приезжают более двух тысяч детей практически изо всех районов Гомельской области. Мне понравились столовые, мне понравилось много чего. Мне понравился сам санаторий. Здесь круто, здесь весело. Тут тренажеры, тут большая площадь, тут вкусно кормят. Сам мне санаторий очень нравится. Процедуры хорошие. Смена в детском реабилитационном оздоровительном центре продолжается 24 дня. Возраст отдыхающих от 7 до 18. Правда, в день приезда нашей съемочной группы здесь находились только школьники младших классов. Вообще, Качи – место по-своему уникальное. И не только потому, что находится в лесном массиве. Еще во времена существования Советского Союза здесь размещались так называемые обкомовские дачи – дома для отдыха руководящей элиты того времени. В середине 90-х здание перестроили для проживания и лечения детей. Причем процесс оснащения «Дроц» современным медицинским оборудованием не завершается и сейчас. Во всяком случае, для лечения несовершеннолетних жителей региона используются аппараты последних поколений. У нас все оборудование современное. У нас старого оборудования старше пяти лет нет. У нас много аппаратов магнитотерапии современных, магнитофототерапии. Наши белорусские разработки очень хорошие и очень эффективные. Это уже на нашем опыте даже видно. У нас есть аппараты и ультразвука, и лазерные. Через несколько лет уже в выпускном классе этих детей будут учить танцевать в последний школьный вальс. Школьникам, в свое время отдыхавшим в детских реабилитационно-оздоровительных центрах, эту науку постичь будет значительно легче. Во всяком случае, тем, кто отдыхал в каче. Музыкальный руководитель Светлана Шарпун говорит, что за проведенные здесь 24 дня научить петь и танцевать можно любого ребенка. Непрофессионально, конечно, однако такую цель никто и не ставит. В конце концов, танец – это тоже элемент оздоровления. Дело в том, что любой танец – это физические какие-то движения. А как мы знаем, что любая физкультура – это, как говорится, здоровье не повредит. У нас же несложные танцы, танцы, которые умеют танцевать все. Поэтому всегда, пожалуйста, всех детей мы учим, которые хотят. Как и все предыдущие, этот день в детском реабилитационно-оздоровительном центре закончится в половине десятого вечера. Однако перед отбоем практически все отдыхающие здесь школьники позвонят родителям, чтобы поделиться своими эмоциями. Как провел день, какие мероприятия сегодня были, еще что вообще происходило, чем сегодня занимался, что давали на ужин, обед, завтрак. Дальше рассказывал, как вообще у меня самого дела. А завтра у них будет новый день с новыми событиями и впечатлениями. На протяжении этого года в детском реабилитационно-оздоровительном центре Качи отдохнут более двух тысяч ребят. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня об оздоровлении, санаторно-курортном лечении. И в студии прямого эфира принимаем телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос такого плана. Ранее очередь на оздоровление за пределы Республики Беларусь, вот в нашем случае в Сочи, формировалась в отделе образования Советского района. В этом году очередь была передана в школы. И поэтому вот на сегодняшний день у меня двое детей обучаются в школе номер 47 Советского района. И дети остались без оздоровления. У детей именно в летний период мы как-то попадали все время без проблем. У детей одного бронхиальная астма, привалтика нам, допустим, не подходит по показаниям. У второго атопический дерматит. Скажите, пожалуйста, возможно ли какой-то дополнительный еще в летний период выделение путевок для детей? Поскольку по месту работы мы не можем взять эти путевки. Они выделены не положены, пока нет ничего. Спасибо большое за звонок. Василий Николаевич, чем можете помочь? Я хочу пояснить, что действительно Гомельское представительство распределяет путевки, которые приобрел Республиканский центр, в том числе и за пределы Республики Беларусь, по оздоровлению санаторно-курортному лечению детей в составе организованной группы между отделами образования Гомельской области. На Советский район в летний период, на третий квартал, уже как бы планы все сформированы, путевки переданы в отдел образования. Для того, чтобы вашему ребенку попасть в состав организованной группы, которые будут направляться от Советского района, вам необходимо, естественно, подтвердить вашу нуждаемость в санкур лечения медицинской справкой. Я так понимаю, что у вас это не проблема по тем болезням, которые вы перечислили. Значит, с этой справкой вы обращаетесь либо к своему заучу в учреждении образования, либо к методисту в отделе образования Советского района, который занимается вопросами оздоровления. И пишите там заявление о том, что ваш ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении. По таким-то показаниям у вас есть желание за пределы направить его в Республике Беларусь. И когда эта проблема будет озвучена в отделе образования, отдел образования будет предлагать варианты вашего санкур лечения оздоровления. Но я хочу сказать, что по органам дыхания достаточное количество здравниц и на территории Республики Беларусь, в том числе и в Гомельской области. Поэтому можно получить санаторно-курортное лечение по этим профилям не только за пределами Республики Беларусь, но и в Гомельской области, и в Республике Беларусь в целом. Ну, здесь такое злосчастное сочетание, когда у одного ребенка проблемы с дыханием, у другого ребенка проблемы с... Дерматит, по-моему, да, я услышала, что обоим показано как раз море. И лучше, чем море. С этим, к сожалению, никто не справляется. Конечно, хотелось бы хоть иногда, хоть раз такую возможность использовать. Есть аналогичный вопрос у нас на Вайбере. Здравствуйте. Ребенку 4 года. Есть заболевание органов дыхания. Рекомендован морской климат. Можно ли через комиссию по здравлению получить путевку в соответствующий санаторий? Что для этого нужно? Ну, дети, которые от 3 до 6 лет, проживающие на территории подвергности радиоактивного загрязнения, могут получить путевку на санкур-лечение. Значит, в сопровождении родителя у нас в представительстве нужно взять справку о том, что ребенок нуждается в санкур-лечении по таким показаниям, взять справку о том, что сопровождающий его родитель тоже нуждается в санкур-лечении, прийти у нас, написать заявление. Мы поставим вас на учет и будем тоже предлагать варианты вашего санкур-лечения. Ну, то есть вариант здесь будет такой, когда появится такая возможность в межсезонье или в другое время, да? Ну, я хочу сказать, что у нас порядка в южном направлении на весь год выделяется около 50 путевок. Это на всю Гомельскую область? На всю Гомельскую область. В Гомельской области 21 район плюс 4 района города Гомеля. Большое количество граждан, которые нуждаются в санкур-лечении в южном направлении. Но физически реализовать в летний период в южном направлении всех охватит. Ну, в Крыму и осенью хорошо, и весной прекрасно. Ну, разные категории граждан есть, которые настоятельно желают оздоровиться только в летний период. Но, к сожалению, мы не можем удовлетворить потребности всех желающих. А в Прибалтике сколько человек удается оздоровить? Ну, у нас в южном направлении три здравницы, а в Прибалтике у нас две здравницы. И там, по-моему, специализация тоже есть достаточно четкая. Эндокринные заболевания. Органы дыхания, да. В Друскененкай там органы пищеварения и опорно-двигательный аппарат в основном. Плюс заболевания нервной системы. В Юрмале, да, органы дыхания, тоже нервная система. И дети больные с сахарным диабетом, по-моему, тоже туда выезжают. Эндокринная система, да. Да. Ну, возможность... Не самые широкие. Да, к сожалению. Прямо скажем, желающих гораздо больше. А еще на летний сезон получить путевку в наш оздоровительный лагерь на территории Гомельской области еще есть такая возможность? Да, конечно. Да, конечно, можно получить путевку в оздоровительный лагерь. У нас начали работать первые смены. Со 2-го, 0-6-го у нас первый лагерь открылся на территории Гомельской области. У нас их немного. Загородных оздоровительных лагерей 9, плюс один лагерь на арендованной базе в Светлогорске, в санаторий «Серебряные ключи». Значит, для того, чтобы получить путевку, необходимо обратиться по месту работы в комиссию по оздоровлению. А комиссия по оздоровлению обращается к нам с кодотайством о выделении путевки. Кроме того, дети, которые проживают на территории, подвергнувшись реактивному загрязнению, могут получить бесплатную путевку, которая приобретена республиканским центром за счет средств, направленных на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Значит, тоже по такой же схеме. Значит, если гражданин обращается по месту работы в комиссию по оздоровлению с просьбой предоставить ему путевку на санкуру лечения. Комиссия по оздоровлению ходатайствует перед нами. Мы содействуем в приобретении такой путевки. Ну вот работникам предприятий, где есть комиссии, созданы по оздоровлению, особенно крупных предприятий, авторитетных предприятий, конечно, проще. Есть и другие ситуации? Индивидуальный предприниматель может обратиться напрямую к нам. Напрямую? Напрямую к нам. А вот давайте рассмотрим такую ситуацию, описала наша телезрительница нам в сообщении, которое прислала в Вайбер. Муж инвалид второй группы не работает. Почему оздоровление ему не положено раз в год? В этом году он оздоравливался, и следующая путевка ему будет положена только через два года. Так ли это? Да, такая норма есть. Инвалиды первой и второй группы имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение не чаще, чем один раз в два года. Бесплатное санаторно-курортное лечение, такая норма предусмотрена законодательно. Закреплена, и тут ничего от вашего желания помочь, к сожалению, не зависит. Поэтому, да, только через два года, к сожалению. А вообще какие здравницы в Гомельской области? Если у гражданина есть острая необходимость, он может подать заявление. Просто он нуждается в санаторно-курортном лечении. Он может получить санаторно-курортное лечение либо бесплатно в рамках предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам первой и второй группы, а может получить с частичной оплатой стоимости. Он тоже, я так понимаю, неработающие пенсионеры могут тоже написать заявление. Но там просто тоже достаточно большое количество стоит на учете нуждающихся в санаторно-курортном лечении. И мы тоже как бы всем тоже не можем предоставить ежегодно. Ну а частичная оплата? Речь идет о какой сумме, чтобы хотя бы люди представляли себе? Значит, в рамках норм 532 указа, таблица, берем свой доход, среднемесячный доход, делим на среднюю зарплату по республике, получаем коэффициент, смотрим, какому размеру оплаты соответствуют, и оплачиваем от 20 до 100 процентов, в зависимости от размера дохода. То есть берем, допустим, пенсия, средняя пенсия в месяц, делим на тысячу с хвостиком среднюю зарплату по республике Беларусь, получаем коэффициент, смотрим, какому размеру оплаты соответствуют коэффициенту, и оплачиваем эту стоимость. Ну, речь о какой сумме идет? Ну, 800 рублей стоимость путевки, да, 30 процентов. 30 от 800? Да. Ну, значит, от 15 до 100 процентов. Есть смысл обратиться, написать это заявление, а потом уже подумать, потянете или нет. Может быть, дети помогут. Василий Николаевич, вот еще что хотела спросить. Какие здравницы региона сегодня принимают категорию инвалидов-колясочников? И что касается безбарьерной среды, в этом направлении работаете? Конечно. Значит, Беларусь подписала конвенцию о инвазийной среде, о безбарьерной среде, значит, о содействии людям с ограниченными физическими возможностями. И здравницы также в эту работу включились. Некоторые здравницы уже имеют возможность принимать граждан с ограниченными возможностями. Некоторые здравницы к этой работе приступили, реконструируют, оборудуют номера соответствующими устройствами, оборудуют возможностью передвижения по территории здравницы, доступу ко всем общественным местам, в столовую, в культурно-массовые мероприятия, на спортивные объекты, которые расположены на территории здравницы. Работа эта проводится, ежегодно значительные средства затрачиваются собственниками санаторно-курортных учреждений для того, чтобы развивать это направление. И стоит задача обеспечить не менее 5% номерного фонда условиями для нахождения там лиц с ограниченными физическими возможностями. На самом деле это очень важная необходимость, это жизненная необходимость, потому что эти люди, им же ведь действительно нужно санаторно-курортное лечение и свое состояние здоровья поддерживать и улучшать. Конечно. Василий Николаевич, спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Василий Зубец, начальник представительства Погомерской области Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и хорошего вам отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова